Сейчас можно тезисно так вставить. Нур обыграл Неймара в своем... А, ну да. За 92-й год за сборную России Нур обыгрывал Неймара и взял, по-моему, лучшего на том турнире. ЧЕГО? Ну я выступал за сборную, за разные юношеские, молодежные. И мы на этом пути пересекались с разными, там, Гёцет, Эрштеген, Неймар. И со всеми я, в принципе, поиграл на юношеском уровне. Ни хрена себе. И всех обыгрывал. Ну не, не всех обыгрывал. Всем привет, это «Разговор». И сегодня мы поговорим про футбол, про любительский футбол, и про то, как можно теперь адекватно, красиво и модно выглядеть в футболе с Георгием Нуровым и с Данилой Чаловым. С Данилой Чаловым. С Данилой Чаловым, да. Если вам интересна футбольная тематика, то обязательно посмотрите у нас «Германа» или «Классика». А для этого подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, пишите комментарии к этому выпуску. И не пропускайте разговоры и «Мосгордвиж». Да, мы планируем больше времени посвящать разным видам спорта. Не только баскетболу. Потому что у нас в целом уже типа канал про шмотки и про стритвир, а это типа баскетбол в основном. Сейчас обсудим, что это не только баскетбол. Да, да, да. Давайте вкратце объясним, чем ребята занимаются. Представим ребят. Ребята придумали, основали и запустили в России бренд стритвир одежды. Он называется «Ничего обычного». Вот. Про историю названия мы поговорим. Просто я раньше такого в России не встречал. Мне это стало очень интересно. Я не был знаком ни с кем из ребят. Я думаю, кто это такие? Почему у них такая классная одежда? Потом выяснилось, что это не просто ваша одежда какая-то заказана. Вы прямо это делаете на продажу. Это можно купить, носить и быть супер стильным в одном. И быть в теме футбола. Я такой пошел искать ваш инстаграм. Подписался. Стал следить. И просто видно по роликам, что у вас там абсолютно какой-то карнавал. Ну то есть футбол. Все серьезно. Никто не филонит. Но при этом веселье какое-то. Кайф. Вызывается, знаешь, как по-нашему. Антураж присутствует. Антураж присутствует. Вот именно. Вот именно. И все. Сначала отвечают, я так понимаю, за тезисы крылатые. Я просто за философию. Он все очень лаконично выражает на футболочках. Мы наконец-то смогли увидеться, встретиться. Да, мы давно уже ребят ждали. И Коля был в футболке. Рассказывал на одном из Мосгордвижа про… Что это такое? Да, про всю ситуацию. Наконец-то мы у вас, у первоисточника, спросим. Как вы до такого докатились? Как вы к этому пришли? Мы готовы. Давайте начнем с названия. Ничего обычного. Почему? Да. Это, на самом деле, вообще концепция огромная. Ничего обычного. Потому что тут надо, наверное, немножко предысторию рассказать, как все получалось. В принципе, это все случилось случайно. У нас есть друг Жека Башкиров, великий человек. Евгений Олегович мы его называем. Он играет в Польше сейчас. И тогда он играл за рубин. Да-да-да, Башкиров такой футболист. Закрыли, да. Закрыли. И мы с ним встретились как-то в Москве какой-то выходной. Мне говорят, чувак, а ты видел вообще интервью? Я говорю, какое интервью? Все ржут за столом. Я говорю, я не видел. И мне вот так открывают, показывают. Там включается перерыв матча. Рубин Крылья, по-моему, как раз играли. И в перерыве матча спрашивают Жеку Башкирову. Они до этого играли кубковый матч. Ему говорят, вот вы играете на третий день, вторую игру. Это мое любимое, да-да. Между темами. Нет усталости излишней. Он говорит, усталость – это иллюзия. Ему говорят, спасибо. И он уходит. Вот. Вот это точка отсчета вообще всего, мне кажется. Покажите Коляна крупно, чтобы понимали, куда это ушло. Ну, потому-то он неслось на футболку. Ну, как бы мы поржали, угорали там. Просто в чате друг другу скидывали. Усталость – это иллюзия. После тренировок, ну, что там, что-то, 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 вот такой формат. Вот. И я что-то шел по улице просто. У меня был черный худоз на мне. Ага. И я думаю, усталость – это иллюзия, это же круто, надо как-то культивировать. И просто пошел, взял этот худоз, пошел в какой-то магазин и просто говорю, набейте мне, пожалуйста, усталость – это иллюзия. Так, вот таким вот шрифтом. Ага. Такого размера. Вот таким вот. Просто вот так вот. Раз. На себя. И, собственно говоря, начал в этом ходить. И меня люди спрашивают, а где, что это? Где купить? А что за тема? Или там, что это вообще написано? Ну, я бы не сказал, что это иллюзия, там, в таком формате. И мы просто с еще одним парнем, он там тренирует влог, а то есть смысл в том, вообще круто, что вся футбольная движуха это все делала. Мы встретились, а помимо усталости – это иллюзия, я еще такой, ну, набью еще что-нибудь, потому что фраз много – набью на связи. Мы всегда так говорим, давай на связи, все, давай на связи. Вот. Была белая футболка на связи, и черное худи – усталость – это иллюзия. Вот. И мы встретились, он говорит, блин, прикольно, давай как-то что-нибудь поснимаем, может, это вообще Инстаграм создадим. И вот в этот момент мы сели в ресторанном дворике, в авиапарке, и начали на листочке писать, типа, ну, что, как назовем. Там вспоминали, что у нас тренер говорил, были варианты, я помню, «Киевское Тбилиси» назвать. Отдал, открылся, которая стала потом одной из фраз. Вот. И мы что-то такие, ну, все, давай потом подумаем. Я прихожу домой после этого, и у меня девушка, Настя, там что-то готовит. И я говорю, ну, как там, что там, что-то как прошло. Она говорит, да, в принципе, ничего обычного, в смысле ничего необычного. Я говорю, что-то сказала? она говорит, ничего необычного. Я говорю, до этого ничего обычного. Я говорю, все, алло, Ульяна, ничего обычного называем. То есть, в принципе, вот как это родилось. Инстаграм ничего обычного появился. Настя получает процент от продаж? Конечно же нет. Все правильно. Женщина должна готовить. Нет, она получает все вообще. Все, что я зарабатываю, получает Настя. Окей, как появилось название, ничего обычного понятно. Мы сейчас запомним и продолжим это все обсуждать. У меня просто мы всегда каждый переходящий к нам гость, мы пытаемся о нем рассказать, как о человеке. Чуть больше. Я понимаю, что у вас куча интервью. Мы просто когда готовились, мы все это перечитали, пересмотрели, посмотрели много ваших эфиров и вы такие сразу не любите, когда вас называют знаменитыми. Вот. Просто в 10-15 предложений где родился, чем увлекался в детстве, как оказался в футболе и почему сейчас в нем есть или нет. Платитский вариант такой. Ну, типа, да. Просто, чтобы узнать. Можно экстремальный. Можно экстремальный. Давайте, кто начнет? Чал, пускай он начал говорить. Как ты вообще... Это Чал. У Георгия Нурова интереснее. Интересная история. Давайте я... Футбол или что? Вообще жизнь. В целом, типа, путь. Как вот мы сейчас оказались за столом? Давай ты начинаем. Я могу про себя, да, так тезисно рассказать. То есть, я москвич. До 7 лет я занимался хоккеем, карате. Меня родители водили по разным, так сказать, секциям. Вот. Но мне это особо не нравилось. Я всегда во дворе играл в футбол. И... То есть, к 7 годам уже меня привели в футбол. Мой папа вратарем был на любительском уровне. Ну, и я тоже пришел как вратарь в футбольную секцию «Динамо». Вот. И забил там, по-моему, 10 голов на отборе. Мы там выиграли. А-ля там 8, 1 или 7. Ну, вратарем. Там 5 на 5 играли на детской площадке. Я выкидывал мячик, обводил, забивал. Потому что всегда играл в детстве на коробке. И, в общем, у меня получалось. Потом, в общем, я 5 лет отыграл в школе «Динамо». Меня пригласили в «Локомотив». И там уже в «Локомотиве» я находился до выпуска. В принципе, показывал там достаточно неплохие результаты. Был одним из немногих, кто дорос до главной команды. Сыграл две игры. Причем одну из них в Лиге Европы. Там был португалец-тренер такой же ЗКОСР. Сейчас можно тезисно так вставить. Нур обыграл Неймара. Когда-то, за 92-й год, за сборную России, Нур обыгрывал Неймара и взял, по-моему, лучшего на том турнире. Чего? Ну, я выступал за сборную, за разные юношеские, молодежные. И мы на этом пути пересекались с разными. Гёц, Эрштеген, Неймар. И со всеми я, в принципе, поиграл на юношеском уровне. Ни хрена себе. Ты всех обыгрывал. Ну не, не всех обыгрывал, но играл со всеми. Это легенда вообще. У меня есть такая книга, где показаны матчи… Мальяра. Где показаны матчи, как альманах, такой результат в сборной 92-го года. Я сейчас периодически там на даче его полистываю и потом смотрю, вот недавно обнаружил, что там Эрштеген против меня играл. Хотя тогда я не знал, кто это такой. Давайте, просто Эрштеген, типа, большущий вратарь, сейчас, типа, который играет за Барселону, по-моему, сейчас, да? Да, вот мы играли… И вратарь Барселоны, охереть. Ну на юношеском уровне там ты пересекаешься, нет… Я знаю, что пересекаешься. Всегда. Чемпионаты Европы, отборы, такие-сякие. И там португальцы, Бернар… нет, Бернардо Сильва, да, который играет в Сити. Левша. Такой хорошенький. Ну, бразильцы, Неймар, Каутиньо. Каутиньо? Охренеть. Вот, мне нравится как раз, когда к нам такие люди приходят, понимаешь? И главное, что он об этом рассказывает, типа, ну, как будто, ничего обычного. Сидит в Панаме в оранжевую рассказывает. Да, собственно, я и нахожу в этом такую иронию, что я сижу здесь, рассказываю в Панаме, а они там… Собственно, ничего обычного. Это, в принципе, иллюстрация российского футбола хорошая. Супер. Это можно взять в нарезку. Это можно взять на футболку. Я сижу здесь, да, иллюстрация российского футбола. Так, между нами, Неймар, Терштегин, Каутиньо. Кто еще Банкар, ты что называл ты? Ну, Бернардо Сильва. Это легче смотреть по сборным, с которыми мы играли. Так. Ты поиграл за сборную? Я играл за юношеские сборные. Ну, я понимаю, да, да. В своем возрасте я все этапы прошел. Потом я играл за молодежку. Ну, Under-21 до 2021 года, с Миранчуками. Ну, кто сейчас играет в сборной, там, предусминус моего возраста. Мне 29 лет сейчас, но от 95-го года рождения до 90-го, там, всех знаю. С Кокорина мы росли, там, типа, 10 лет с Молова. Ну, в общем, всех. Их я знаю лично, каждый день виделся и так далее. Сумасоведи. Так, и, подожди, и ты перешел, у тебя было два матча за Локуантин Турас. Да, и у меня, собственно, заканчивался контракт через три месяца. Я, в принципе, могу даже сумму назвать, если это кому-то интересно. Там, у меня получал а-ля 80 тысяч рублей, мне предложили 100 тысяч на 5 лет. Контракт. Ну, 20 тысяч зарплату поднимали, и, типа, на 5 лет. Ну, естественно, на том... А я, как бы, выступал за все сборные, там, вокруг меня куча агентов и так далее. Они все говорят, что это полное, вообще, какое-то неуважение. Вот, тебе такой вариант, такой, такой. В общем, было достаточно много вариантов, как бы, когда с свободным агентом уходишь, то несложно найти молодому парню себе команду. Вот, и я ушел в Рубин, к Бердыеву. Вау. Ты тренер, единственный тренер в России, который обыгрывал Барселону на ноу-камп. Он, собственно, ее обыграл буквально там за год, мне кажется, до моего перехода. Тогда вообще там на пике были. То есть даже получше локомотиву, можно сказать, Рубин. Ну, и вот, я туда перешел, как молодой талант, все дела. Полгода там понаходился с главной командой. Потом всю молодежь талантливую создали клуб такой «Нефтехимик». Да-да-да. В первой лиге нас 22 человека, я помню, прям новость. Типа «Нефтехимик» взял в аренду 22 футболиста Рубина. С ума сойти. И, в общем, мы все туда поехали, играли, причем достаточно хорошо. Мне там 20 лет другим, 21, 22. Ну, как сейчас в Чертанову играет условно. И мы там на пятом, шестом месте закончили. Я сыграл два года, вернулся в Рубин. Там был уже главным тренером, мой тренер локомотивский, Белядинов. Отец Белядина, Ренат, он меня вернул из «Нефтехимика». Я сыграл несколько игр, порядка семи. Уже в РПЛ? Да-да-да. Вау. Блин, РПЛ – это не АПЛ. Да слушай, так нет, ну какая разница. Да-да-да, я сыграл и ушел в Урал. Дальше там не заладилось с тренером. Травмы, операции, аренды. Все пошло вообще не так, как должно было. Я всегда грезил Европой. После двух лет такого простоя, я, в принципе, никому не был нужен. И агент мне говорит, в общем, есть вариант в Бельгии, типа, поедешь или нет. Я говорю, еду. И все, собрался и полетел в Бельгию. Команду купил китайский миллионер. Он ее планировал делать большим клубом. И я на этой волне пришел. Первый большой трансфер, мой плакат висел возле стадиона. Типа, в газетах печатали, там, меня, в общем. Но ты не мог прочитать, что там пишут. Да, я не мог прочитать, я не мог. То есть я рассказывал что-то на английском, потом, когда статья выходила, я не понимал. Но я чувствовал реально, что... Какая-то ответственность есть на тебе. Как будто, да, меня знают. Здесь, в городе, там, люди обсуждают на трибунах. Там кто-то меня показывал. И я приходил, там, в вип-сектор, на матчи смотрел. Команду, пока там меня заявить не могли. Но, в общем, история тоже закончилась достаточно печально. Потому что по любому европейскому законодательству, когда ты приезжаешь в страну, они обязаны, клуб тебе обязан оформить рабочую визу. Мне ее начали оформлять, но поскольку китайский бизнесмен, видимо, поставил там людей, которые не до конца разбирались, меня сразу выпустили играть. Два матча. На третью игру приехала налоговая, сказала, что, типа, если он еще раз выйдет, мы клуб штрафуем и снимаем очки. Вот. Поэтому разбирайтесь. И дальше, там, три месяца просто тишины, якобы они разбираются, разбираются. Оказалось, что мне отказали в получении визы, что больше я никогда не смогу играть. И они просто искали выход, как это сделать, и так далее, и так далее. А почему отказали визу? Просто ждал. Ну, потому что я уже нарушил. Я приехал, без рабочей визы приступил к работе, и так далее. Так, окей. Вот. Мне пришлось уехать, агенты сразу им сказали, что так и так, такая неудобная ситуация, в общем, давайте ему 500 евро дадим. Он все-таки не сыграл-то. 500 евро! Серьезно? Блядь, это что за стендап начался? Давайте 500 евро дадим, раз он не сыграл. Ну что? Да, то есть реально, я помню. Давал интервью человек. Вот так человек. Так, давай. Скоро от евро. Дай чичи мороженое ему. Ну, разговор был такой, да. И потом, я помню, летом уже на Новословацкой сижу здесь, в Москве, звонит китаец. Вот этот, Уэйн Ву его звали. Как Уэйн Ву? Да, Уэйн. Типа, как Руни. Только Ву китайский. Вот, он звонит, говорит, так и так, понимаешь, в общем, ты не сыграл, как бы ты мало профита нашей команде, принес, поэтому давай вот 500 евро. Я говорю, я там пообщаюсь и перезвоню, в общем. Перезвонил. А, и ушел, в общем, на дно залег. Он перезвонит, там, через неделю говорит, давай 2000 евро, в общем, ладно, окей. Уже пошло повышение. Поднял. И я просто, и агенты параллельно звонят, говорят, нам не запортят отношения с командой, в общем, давай, там, согласись, все дела, ты же сам понимаешь, мы тебе что-нибудь найдем. И вот. И в этой ситуации я просто такой, в общем, ладно, я сам разберусь. Позвонил юристу, там, главному, спортивному у нас в стране. Рассказал ситуацию. Это Юрий Зайцев, там, у них такая сила, лоерс есть. Они спонсируют сейчас даже многие команды, Рубин, Урал. Прикольно. И нанесение есть на рукавах. Да, я рассказал ему ситуацию, он говорит, что, типа, там, дело на 99% выигрышное, в общем, надо подавать в суд. И после этого у меня два года суд был в Лозанне с командой третьей лиги, которая курировала, собственно, Юра Зайцев. А я здесь вернулся в Россию, играл там во вторых лигах, два года поиграл. Потом Даня устраивал у меня в футбольный клуб Витебск, я приехал. В день подписания контракта у нас была товарищеская игра. Мне утром дают контракт, говорят, подписывай. А я его не читал еще, я говорю, сейчас я таймикс играю, и придем, подпишем. То есть опять одежа граблю, в смысле, я сейчас ничего не подняться не буду, просто тайминг за команду выйду, сыграю, а потом... Ну да, все-таки там прочитаю. Нет, там был товарищеский матч. Да, товарищеский матч. А, типа это не просмотровый. Да, товарищеский матч просмотровый. Я вышел, на 45-й минуте мне прыгнули сзади, мы все по тайму играли. Мне прыгнули сзади, я полетел плечом вперед, у меня разорвалось плечо, и просто рука висела. Ну, а Даня на трибуне сидел. И, типа, четыре месяца восстановления. И без контракта. Да, без контракта, естественно. Они сказали, нет, чувак, уже давай обратно. Это реально? Ну, они не сказали, давай обратно, и там, естественно, они по-человечески... Они мне оплатили лечение, но не было речи о том, чтобы со мной подписали полноценный контракт, потому что я недееспособный был. И вот, я полгода еще пропустил, то есть там полгода в Би... В общем, я начал много пропускать травмы, вот такие ситуации с бумагами там. Сглазили тебя. А ты суд-то выиграл в итоге? Да, суд два с половиной года длился, я выиграл. Сколько заплатили тебе? Там, ну, типа, для меня достаточно большая сумма. Нет, 500 евро, больше, чем 500 евро. Ну да, больше. Все, больше, чем... Больше, чем... Больше, чем... Самое главное, что справедливость острожествовала. Потому что я... Ты пока рассказывал, я понимал, что это 100% надо судиться в этой истории, это их косяк. Ну да, 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 да. На самом деле многие вещи кажутся очевидными после того, как ты неправильно сделал взгляд со стороны. Ну, в общем, подытоживая, я просто... Мы познакомились с Данией, и началась история уже с Узрами. Я играл, вот когда я был в Урале, у меня там не складывалось, меня в аренду в Томск отдали. Мы там с Данией познакомились, и Женя Башкиров там же был. И Женя Башкиров там же был. То есть если бы, да, мы в Томске не пересеклись, никакого тоже там ничего... А вы где-то пересекались в Томске? Нет? Нет. А, нет, это было... В ФНЛ мы играли. Окей. А подытоживая именно мою карьеру, то есть мои амбиции уже не соответствовали тому уровню, которым я играл, я думаю... И плюс вот ничего обычного, как бы интересное движение такое началось. То есть оно началось, когда Нур тоже играл еще в Урожай? Да, я уже играл в Урожай, там тоже интересная команда. Это на Кубани? Да, там как раз Кубань пропала, появился Урожай, и через него там продолжали... Такие мы, конечно, вещи говорим. Кубань пропала, появился Урожай. Да-да-да. Это история появления и, наоборот, пропажи клубов в России. И, кстати, Даня в это же время играл в Урожай. Да? Как оказалось. Да, это отдельная вещь, расскажу. Так, это ведь твоя очередь. После этого я даже не знаю. Давайте начнем с того. Забивали ты Энтерштегину, Каутинью, Неймару. Нет, у меня была такая история... Я москвич, надо начинать, да? Почему мы рядом живем уже? Я москвич, мы живем рядом. Так. Мы познакомились в Томске, вот. Идеально. Не, я, в принципе, в детстве пошел в секцию «Динамо» в шесть лет. Они были на «Динамо», я жил на «Соколе» с родителями. Да, ну идеально. Да. Вы могли, по-видимому, уже там встретиться. Да, я в «Динамо» пошел. Да, у нас два года разницы, но не суть, могли. И меня взяли там на просмотр, а потом был такой момент, что «Динамо» переезжала куда-то там, там, в реконструкцию стадиона. Закрывался, и «Динамо» переезжала в «Химке». Нет, даже не в «Химке», это было раньше, это были, какой-то, двухтысячный год, условно, шесть лет. И они, школа переезжала куда-то там далеко, вот, насколько я всю эту историю знаю. И родители у меня спрашивают, а я тогда занимался, я пошел одновременно в первый класс, в секцию «Динамо» и в музыкальную школу. И, соответственно… Класса фортепиано. Класса фортепиано, да. Правильно. Я не знал этого, я просто сказал, ну типа, это же традиционно. Музыкальная школа по классу фортепиано. И я помню, мы выходим со стадиона «Динамо», мне там шесть-семь лет, мне говорит мама, с папой идут, как бы понимаем, что у нас тогда еще не машины, маленький ребенок, мой брат двухгодовалый, папа работает, мама там просто шесть лет, два года, там, в общем, такая ситуация, что… Дети шесть лет и два года. Ходить, ходить как бы в школу, в музыкальную школу и на «Динамо», то есть нужно было выбирать. И я как бы внутренне такой, я понимаю, что, ну, наверное, родителям будет тяжело, ну и как бы «Динамо», как бы, ну, хочется, конечно, ну ладно, буду во дворе играть. И говорю, ладно, я все понимаю, пойдем в музыкальную школу. Ну, а я продолжал играть во дворе, то есть я до десяти там лет фигачил все время там во дворе с чуваками, между деревьев, вот эта классика. И я первый раз сформулировал собственное желание, вот я, это было в десять, в одиннадцать лет, когда я подошел к маме, говорю, мама, я, отдай, пожалуйста, меня в футбольную секцию, вот так я сказал. Она говорит, а как же, музыкальная школа, там, как раз тренировый класс. Да, да, как же, да, там, да, блин, я говорю, я совмещу, я все сделаю, просто вот найдите мне, я, я как бы хочу. Вот, и меня привели в районную секцию на метро-аэропорт, вот, кстати, об этом даже есть, я на Спортэкспрессе как-то завел личную колонку, да, там есть три, три статьи, написанных мной, вот, и там одна из колонок как раз об этом, и она называется «Хочешь-будешь», вот, по одной из фраз, вот, и я пошел туда, там были какие-то соревнования, учительница физкультуры нас тренировала, Лидия Викторовна, по-моему, ее звали, вот, и мы, типа, там, две-три недели я тренировался, ходил туда, там, на моем районе, у нас кожаный мяч, мы играем кожаный мяч, я что-то там... Это так называется первенство футбольного класса? Да, это называется дворовые турниры, назывались, я не знаю, сейчас они есть вообще или нет. Тоже не знаю. Ну, возможно, в какой-то форме. Но это уже стало ЛФЛ, наверное. Вот, да, и на кожаном мяче я что-то там забил. Гена Букин, по-моему, играл. Да, 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 Гена Букин победитель. Да. А вот, а я как бы что-то забил, вот. И после, вот, на этом турнире стоял все время где-то сбоку усатый мужик, его зовут... Черчесов. Круче. Гусев Игорь Юрьевич его зовут. И он после турнира подошел, зашел в раздевалку. Мы сидим там, какой-то подвал школы. Он заходит, говорит, так, третий там, седьмой, двенадцатый, двадцатый, с родителями ко мне подойдите. Это школа «Юный динамовец». И я такой, блин, просто переоделся за секунду, там, побежал к маме. Говорю, мама, там, мама, папа, брат там на плечах, там, сколько ему, там, пять-шесть лет. И я говорю, мама, пап, ну, блин, «Юный динамовец», вот, мужик, усы. Они подходят, мужик, усы, говорит, ну что, вот приглашаем вас в школу «Юный динамовец», здесь, на речном вокзале, недалеко. То есть три станции метро. Ребята, мы вот видим, что в них есть, в нем есть потенциал. Приходите, если хотите, тренировка, там, в понедельник, там, в шесть часов. И я понимаю, так, в шесть часов в понедельник, значит, я успеваю заниматься фортепиано. Я в школе все там закрываю. Я смотрю вот так на маму, она такая, ну, ладно. А потом подходит батя. Батя нельзя называть папа. Почему нельзя? Батя, папа не любит, когда он говорит, батя, это какая-то... Все, понял. Это другой мужик с усами. Да, это другой мужик. У нас даже есть секретное название папы, но мы не будем сейчас его произносить, пусть оно тайное будет. И он говорит, а вот у нас еще один есть. Вот, сидит, типа, ну, ему шесть лет, правда, типа, ну, не десять. Он говорит, а что делать с ним? Ну, ладно, хер с ним, пусть приходит, типа. И мы с братом вместе пошли в юный динамовец, вот, вот в этот момент. С фразой, пусть приходит, а теперь человек играет в основе ЦСКА в российской футбольной... И он, причем, брат, год играл с моим годом рождения, на четыре года старше, типа, там, вот такой вот клоп просто бегал там, но у него уже как бы... Просто мы, опять же, начинать с того, что я его заставлял все время, я же все время на коробке, ему там три года, я говорю, нормально, все, пойдет. Давай на ворота, давай там этот, а теперь ты пробей, там, и так далее. Вот, и вот мы начали в юном динамовце. Папа красавчик. Дальше, да, да, дальше были школы из юного динамовца. Я просто, типа, фанат футбола, который, там, в 10-11 лет тяжело начинать, но когда ты просто, вот, типа, горишь. Я в 15 лет, я перешел в школу ФК Москва, когда она была, через, там, два месяца ФК Москва развалилась, но школа осталась. И, соответственно, из ФК Москва начали уходить люди, как я туда приходил, тоже отдельно, сейчас не будем, это там, как-то у меня три месяца тренировался, и мне говорили, ну, что-то в тебе есть, ну, хер знает. Вот, и в итоге заявили, потому что ФК Москва начала распадаться, и, как бы, хорошие дети уходили, а ФК Москва, это была клубная лига, хорошая команда, хорошие дети начали уходить, Динамо, Локомотив, там, еще куда-то, вот, и меня оставили, типа, ну, вот, я что-то опять там работал-работал, что-то меня начали ставить, вот, я сыграл в итоге там год, когда вообще все максимально ушли, я начал играть, и меня на какой-то игре заметили в Локомотиве, и в 16 лет, вот, меня пригласили в школу Лока, я перешел в школу Лока, и там тоже попался тренер Михалыч Ульянов, это такой мужчина взрослый, уже будем так говорить. То есть вы еще и в Лока могли пересечься? Да, да, мы пересекли. Он был в дубле Лока, а я вот только переходил в школу. А тренер один, вот этот выпускные годы, он себя берет Ульянов, он меня выпускал. И я на выпускной год только попал вот в Академию Лока, как обычно, типа, фигачил-фигачил, а так получилось, что Ульянов как раз, Он любит таких, он любит тех, кто, типа, ну, топор, но, как бы, хочет. И он, типа, ставил меня, ставил, 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 и в итоге я вот начал формироваться, формироваться, чуть-чуть начал походить на футболиста, вот, но все равно год заканчивался, 17 лет, вот, и в этот именно год решили продлить школу еще на год. Типа, вот, меня не брали в дубль, и я, как бы, думал, ну, что делать, я по-любому буду, и просто всю реформу меняют под меня, и говорят, еще год будет. И вот через этот еще год поиграв, я еще, типа, набрал, меня взяли в молодежку Лока, я все-таки там из этого года, и вот молодежки Лока тоже, после молодежки Лока, как бы, там, полтора года я стал старый, в основу, как бы, мне сказали, что, ну, пока нет, там, там, Шишкин, Янбаев, я тогда играл крайним защитником, вот, и начался футбольный путь, который, вот, начался с Молдавии, Домодедово, Хабаровска, Томска, Саранска, Ярославля, команды ФНЛ, Витебск, вот сейчас вот в Сербии, это такая история, где ты путешествуешь, и сейчас из Сербии, вот, мы сидим здесь за этим столом. Да, ты в Сербии ездишь на стадион, на тренировку, через красивые пейзажи, просто мы для музыкалити с тобой созванивались, ты говоришь, блин, я сейчас так еду, сейчас я останавливаюсь, я остановился на машине, вышел, а там просто солнце, горы, оа, оа, что я там, когда я приезжал, типа, сейчас, говорит, все, и мы просто снимали, там, оценку для музыкалити, там мне Петурат говорит, блин, а что это, где это находится, что это за место такое, я говорю, это не в России, ребята, В России говорит, оа, прикольно. Ну, в общем, да, вот какая-то такая история. Сейчас сначала, вот тебя изменили правила в России до того, как это стало минстриумом. Да. Получается. Обнулили. Обнулили. Вот. Так, и вот, значит, вы познакомились, и тут начинается глава вашей жизни, которая называется «Ничего обычного». Да, она, причем, не сразу началась, то есть мы познакомились в Томске, я бы не сказал, что мы там просто так общались. Ну, к этому моменту ты уже придумал нанести это в футбол. Да, 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 куда? Нет, ну, то есть в Томске мы были года за два до того, как ничего обычного появилось. А, ничего обычного появилось через два года. А так-то мы потом общались регулярно. Ну, почему в Томске мы много общались? Ну, да, в конце уже. У нас там три человека, там, я вот, Башкиров, ну, кто друзья есть. Андрюха Ляхаща. Ну, то есть вот какая-то как-то в Томске, при том, что для нас это там не самое лучшее время в карьере, условно, футбольной, но вот как-то люди, которые до сих пор мы общаемся, и через два года, да, начало вот это вот. Появилось сначала то, что я рассказал, вот эта вот штука, типа, надо что-то сделать. Вот, это классно. Просто вот такой вайб, что это прикольно. Прикол, прикол вот здесь, это интересно, все понимают. Вот, и да, и потом я начал это рассказывать, помимо Сани Ульянова, с которой мы создали Инстаграм, я рассказал как раз Гошу Нуруву. Гошу Нуруву. Нуру. Да. И он сказал, слушай, это тема. А Нур – это человек, который, он знает, он чувствует, что может работать. То есть он не будет в авантюры совсем включаться. Он включается в авантюры, но внутри него живет бизнесмен. Жесткий такой, топовый, я бы сказал. Топ-менеджер. Топ-менеджер, да. И он, видимо, как бы, во-первых, почувствовал вайб, во-вторых, как бы, это тот человек, который, собственно говоря, если говорить сейчас уже прошествие времени, который вот эту вот всю структуру создавал в ничего обычного, в плане, там, там, сайта, эквайлинга, там, и всего-всего, ну, короче, всех технических, как я называю, технические моменты, нуру… Да. Да, нуру не нравится, что я говорю, ну, технические моменты там, реши, пожалуйста. Вот, и да, и вот, собственно говоря, я начал рассказывать, а потом в процессе вот этого всего, вот, это был январь, месяц, я начал набирать, просто я был на сборах где-то там с какой-то командой на просмотре, и просто у всех футболистов спрашивал, слушай, а что еще могло бы быть, какая фраза? Да, и хотелось подобрать… То есть это прям вообще изнутри все получилось. По сути, классика, да, это коллекция изнутри футбола, вот прям… Давай так, смотри, вот вы, короче, с Ульяновым встретились, запустили… Да, запустили Инстаграм, потом я рассказал разным людям… А когда вы первый раз, ну, отшили, отштамповали первую коллекцию, это уже сколько времени прошло с момента встречи? Я думаю, месяца два-три. Там вообще поначалу было так, что просто покупалось худи в H&M, и на нее в Декатлоне мы нафигачивали, да. Да, то есть, да, но первая коллекция тоже формировалась, то есть начиналось с нескольких… Вы сами шли вручную, типа говорили, нам нужно найти фразы. Да, просто ехали в ТЦ, покупали, так, что в этом H&M нету, блин, давай в другой, там на Тверской может есть. Покупался H&M всегда, чтобы все-таки они как-то друг на другу похожи были. Нельзя было другие. Ну, потом просто когда уже, я начал всякие эти таблицы, там люди поступали с заказа, то есть надо там человеку, типа номер, фамилия, имя, там кто-то возит. Там мой брат возил, ему 16 лет, он, то есть, ездил… На тот момент был. Он ездил, забирал всякие эти ярлычки, там, размерники, все это, в общем, катался, потому что мы еще действующий футболь… Мы были вообще не на местности, можно сказать, мы были в разных городах и… То есть вы тогда, когда это еще не было мейнстримом, вы на удаленке вели бизнес? Конечно, я после тренировки, вот в Урожай, когда был, я купил себе там компьютер сразу, я все делал. То есть я, условно, мог после тренировки прийти, там жили по парам, я не помню, с кем я жил, а я жил, ну, без разницы, с кем я жил, в общем, и типа, ой, здрасте, ничего обычного там, а потом, типа, идти тренироваться… Работал в колл-центре, сначала попринимал заказы, а потом пошел, пару голов забил, ну… Ну, реально так и было, то есть объективно так и было. У меня как бы до момента сейчас вот так, я просто… Это уже внутреннее, у меня иногда ощущение, что там два человека живет, которые просто… Биболярка поначалась уже. Да-да, это не шутки. На самом деле, мне самому было интересно… Это не шутки, он шутит. Нет, это не шутки, ребята. Молчи. Реально так и есть. Да? То есть вы плохо его знаете. Да. Возможно, есть какое-то раздвоение… Нет-нет, как я уже сказал… Ладно. Молчи, как я уже сказал, он не говорит его. Нет, ну да, вот это было так. Я говорю, еще хотелось бы сказать важный момент, что мы вот это все доставали и фразы спрашивали… То есть, условно, я могу сказать, кто какую фразу… Предложил Енисея. Предложил, условно, там, Саня Ламакин, футболист Енисея сейчас Красноярского, он сказал «пробуй». Вот так, пробуй. А это «пробуй» – это всегда… Это тренер орет с бровки. Всегда. Все кричат. Это моя любимая, одна из любимых фраз в классике, но она не очень популярная. Я попробую перевести. «Пробуй» – это когда нужно обыграть один в один. Ну, то есть, типа… Пробить. Пробить. Ну, типа надо сделать действие. Проверять. Проверять. Вот. И все вот эти фразы… Проверила. Проверила. Проверите вратаря. Ну, тут задача была такая. Задача была подобрать такие фразы, которые будут понятны не только в футбольном мире, но и выходить за пределы. То есть, немножечко открывают такой портал из футбола к людям. И при том, что они были взяты полностью из уст футболистов, мы в итоге… И услышаны ушами обычных людей и принято нормально. Да, мы в итоге… То есть, фраза «пробуй» – усталость – это иллюзия, там, условно, хочешь – будешь, там, распила – не будет. Они понятны всем абсолютно, и вот в итоге 10 фраз вот этой коллекции мы решили… То есть, у нас, конечно же, слушай, а вот это было бы классно, там, набить это, там, дай вперед, там, бей вперед, игра придет. Да-да-да, так это классика. Вот. Ну да. Игра была равна. У нас есть еще бренд в маркетплейсе «Степан Идал», и смысл был в том, чтобы 10 фраз, как 10 граней футбола, которые могут из футбола перетекать в обычную жизнь, чтобы они расширяли как раз футбол, как границы футбола, и немножко дополняли. То есть, на самом деле, у каждой фразы… Я летел на сборы с Витебском уже в Турцию, и я помню, как я писал философию типа того, что есть у коллекции классика, какая-то концепция. Начинается все с фразы «пробуй», а заканчивается «делай вещи». И между «пробой» и «делай вещи» 10 фраз, которые постепенно идут. И где «пробуй» условно, это не просто типа «отдай-ка, быстрее», там, еще что-то. Это смысл в том, что, чтобы что-то сделать, нужно сначала попробовать. То есть, какие-то такие простые моменты, они такие полумотивационные, полуфилософские, но они имеют место быть у всех. То есть, не бояться, а попробовать. Когда ты начинаешь… И причем, когда ты находишься еще там на сборы, ты едешь на просмотр, это как будто ты сам с собой разговариваешь. Ты сам себе эту философию включаешь. То есть, там, распила не будет, тоже всем понятно. Да, да. В футболе – это очень понятная формулировка. Правда, сейчас мы в российском футболе, не только в российском, я уверен. Ну да. Еще смысл в том, что я там не рассказал про свою футбольную карьеру, какие-то детали, но это все, что мы проживали действительно и что проживают внутри футбольного мира люди. И даже те, кто там как-то связан, это то, что проживают, но оно как-то обычно ограничивается интервью. Ну, сегодня был хороший матч, мы очень старались, спасибо болельщикам, и мы постараемся в следующей игре сделать все нормально. Ну вот давай мы черту подведем. Вот вы, значит, запустили первую коллекцию, которая называется «Классика». Это было 10 фраз вот на черных футболках, белые классные фразы. Там были футболки… Название придумали через полгода, после того, как уже там все продавалось. А, да? Ну надо было на сайт как-то коллекцию объединить, вот что-то, чтобы раздел создался и, собственно, классика и классика. Какая коллекция была второй? Где был Витебск в этот момент? То есть сначала была классика, потом Витебск и вторая коллекция? Или как? Второе введение было. Введение. Так. Это где футбольное поле и на нем… Мы там задействовали футбольный учебник. Расскажи. Ну, введение – это коллекция… Да. Учебник по футболу старосоветский, и в нем есть там правила, как правильно делать подкат. Схемы. Все там расписано. Это для тренеров. Пособие для тренеров. И я заканчивал РГУФК университет, там Лексаков, Андрей Владимирович – главный человек в российском футбольном образовании, так сказать, который всем принимает лицензии тренерские. Мы спрашивали у него разрешение на использование принтов. Ну, собственно, с течением времени, там уже классика год педалируется, и ты думаешь, что дальше, что дальше, что-то еще, что-то еще. Возникла такая идея – мы ее, в общем, реализовали. То есть первую коллекцию мы делали совместно, грубо говоря, без каких-то сторонних людей. То есть футболка – фраза, ничего тяжелого не надо. Потом уже для развития требуется дизайнер, это хочет что-то новое придумывать, всякие… И вы стали искать у людей дизайнеров? Да, да. Или они сами появлялись и говорили, ребята, классная тема, хотите, давайте сотрудничать? Нет. Мы искали сами, конечно. Ну, потому что… А как? Ну, во-первых, тяжело людям, мне кажется, со стороны предлагать себя. У нас очень мало предложений в именно там ничего обычного, только а-ля там, как попасть в вашу команду, а именно на трудоустройство, может, мне кажется, не до конца понимают, где там что делается. Но нужны люди даже сейчас, да? Да, да. Ребята нужны люди. Те, кто смотрит. СММщик, вот, если ты смотришь, СММщик, дизайнер, дизайнер одежды или разные графические дизайнеры, ну, ребята, те, кто умеет снимать, потому что мы хотим тоже запускать видео, форматы разные, особенно с командой. Да все пишите вообще. Да. В общем, все творческие личности пишите либо в Директ, ничего обычного, либо на почту, ничего обычного, собака, gmail.com. Давай мы ваш аккаунт в Инстаграме прикрепим к описанию. Ребята, есть работа, отличная команда, перспектива. Деньги еще платят. Еще и деньги платят. Вы еще и деньги платите. Конечно. Ковян сейчас вам напишет. Да, поехали. Чего вы молчали. Интересно. Перестанет только воду петь, может, поедим. С ума сойти. То есть это, типа, вы прям заведите на нормальную, адекватную работу с зарплатой даже. Круто. Если вы хотите вместе с нами строить футбольную культуру, то она сейчас вот прям начинает расти быстро. Быстрее. Быстрее пишите. Какой хороший призыв, если хотите строить с нами футбольную культуру. Так вот, вторая коллекция, собственно, о чем мы закончили. Делать при поддержке дизайнера. Ага. Девочки из высшей школы экономики. Ну, можем честно говорить? То есть Чалу там не совсем понимает условно всякие дизайнерские темы. Чему ближе. Вот футболка, фраза. Я, наоборот, всегда ищу типа неизведанные какие-то страницы. Так. Типа взять а-ля дизайнера или взять там какого-то, Ну, вообще, короче, да. У меня тоже вот здесь. Просто, короче, экспериментирую, так сказать, и смотрю, что из этого выйдет. Ну, раз мы занимаемся одеждой, то, соответственно, нужен дизайнер одежды. Мы взяли, мы думали, раз у нас классика разлетается, с дизайнером одежды там вообще, типа, просто сейчас в Милан полетим. Ага. Так. Вот. Она, короче, принесла там дизайн-проект. Мы встречались на Соколе в Шоколаднице или там в кофе-хаузе Чалу. Вот так сидим. Я обожаю. Без особой локации. Главное. В ресторанном дворике написали концепцию, встречались с дизайнером в Шоколаднице. Да, да. Ну, то есть реакцию Чалу просто там не было слов, там не было ничего. Как бы показал, Чалу просто молча посидел. Не понравилось. Не понравилось. Ну да. Так. Даже не то, что не понравилось, но просто другое вообще. Другое. Когда тебе кто-то что-то предлагает, эскизы, там, идеи. И когда не ты в это вовлечен, там, не ты пишешь концепцию. Но в итоге, естественно, мне хотелось попробовать, мы все это там сделали. Ну, в принципе, цвета там также остались черные и белые. Чуть-чуть добавились еще. Да. Мы, в общем, доверились дизайнеру, думали, все, окей, делай. Дальше мы просто бабки… Ну, не то, чтобы доверились, все равно мы давали какое-то ТЗ. Да, нет, ну, естественно, она бы сама не стала делать там про футбольного учебника. Угу. Мы задали тему, типа, давай, ты дизайнер, делай, мы деньги, в общем, там, будем зарабатывать. Так. Ну, кстати, она сделала, естественно, это не выстрел, как Васика. Но в целом проект хороший, концептуальный. Мы там зашли в университет, общаемся с университетом, мы проводили там конференцию, пришел Красава и так далее. В любом случае какой-то вектор. Красава, Герман, Попков. Герман, Попков. Да. Попов, Попов, Шнякин. 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 Документатор. Герман был у нас здесь в гостях. Да. Это, в общем, не такая уже душевная история была. Это было продолжение, попытка что-то сделать новое. И мы сделали. Собственно, она, в принципе, тоже продалась, за исключением каких-то там наименований. То есть это такое. Все равно свои идеи надо до конца додавливать, свое видение. Так, вторая коллекция, третья какая была? Дальше у нас были какие-то такие залеты, коллаборации, мероприятия, какой-то мерч в капсульных таких там 2-3. У вас был безумный мерч. Просто я вообще был в шоке, когда вы из разных команд РПЛ, старых форм. Вот-вот. С кружком. Да, да, да. То есть это было как, я не знаю, что это, рейсайкл. Это апсайкл, да? Апсайкл, да. Типа вы собрали старые формы и их пошивали там вот так. Я просто, я думаю, вау. То есть это, ну, это какое-то, ну, во-первых, это красиво, во-вторых, это апсайкл, и в-третьих, это, ну, типа, это модно. То есть ты это надеваешь, и ты модный, и ты про футбол. Думаю, нифига себе. Ну, это примерно в то же время происходило, что и с Витебском. Все, а потом уже случилась история с Витебском, про которую я узнал. То есть просто Даня играл в клубе. Да. Форма была не очень. Ты, что так, пришел? В общем, была, да, такая история, что я играл в Витебске два года. Так. И... Итак, Витебск не самый сумасшедший клуб в, типа, в Беларуси. Белорусский середняк белорусской высшей лиги. Вот. Ну, то есть... Да. И... Но Витебск — это огромная история. Сам город. Сам город Витебск — это город, где 101 уже год назад чуваки делали вещи. А чуваки — это Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Ермолаева и прочие. В Витебском народном художественном училище они, собственно говоря, вот эту концепцию супрематизма, «Черный квадрат» все наверняка знают, и прочие супрематические фигуры. Русский авангард. Короче, он в Витебске в 1920 году. В общем, бурно развивался. Они работали там, они уехали все и оказались в Витебске. И в 2020 ровно через 100 лет я оказался тоже в Витебске. Я подумал, что вот Малевич, «Черный квадрат», «Лисицкий» и прочие ребята делали вещи и меняли мировое искусство в 1920 году. Переворачивали игру. Переворачивали игру. Да-да-да. И я пришел в музей, и я офигел. Я думаю, это лучшее место в Витебске. Ты заходишь, и ты понимаешь, что, во-первых, сразу чувствуется, что здесь люди делали не просто, чтобы сделать, а делали. Вот. И ты ходишь, я прошелся там все раз по кабинетам. Там, условно, кабинет Малевича, кабинет Шагала. То есть это тоже знаменитый витебский художник. Он чуть-чуть в другом направлении, но тоже топ. Это надо Витебску потом будет об этом тоже подумать. И там Лисицкого работа и так далее. Ты проходишь, я просто стою уже в конце на сувенирном дворе, а там сувениры, которые делает какая-то женщина вручную. Но они классные, офигенные. И я стою, и мужик какой-то рядом. Я говорю, здравствуйте, а вы как? А он говорит, как вам наш музей? Я говорю, слушайте, блин, топ. Просто лучше, очень круто. Почему я узнаю об этом музее на восьмой месяц нахождения здесь? При том, что мне интересно искусство в целом. При том, что вся Россия вообще про это может узнать. Да, не знает и не слышит. И Беларусь тоже. Я говорю, почему так? Он говорит, ну мы только открылись, мы постараемся развиваться. Я говорю, у вас как? Там вообще Инстаграм, СММ, как вообще все работает? Он говорит, ну вот, блин, работаем, стараемся. Если у тебя есть какие-то мысли, если ты что-то такое делаешь, ты вообще что делаешь? Я говорю, ну я в футбол играю. Он говорит, в смысле футбол? В смысле футболист в музее? Я говорю, ну вот футбол в Витебске. Он говорит, прям в форме типа футбол? Я говорю, ну да. Он говорит, а вы что делаете? Он говорит, а я директор музея типа. Ты бишь, прям директор? В смысле? В пиджаке? В галстуке? Ну вот. И вот произошло у нас разнакомство как раз с Андреем Эриховичем Духовниковым. Духовников. Вот. И с того момента он мне дал свою визитку директора музея в НХУ. И вот первая вот эта вот история, что что-то можно сделать. Потом мы уже в январе встретились с ним. Он провел, мы сидели в кабинете Шагала. Типа прям все было красиво. И начали обсуждать. Я говорю, давайте вот этот сезон, сейчас двадцатый год. Столетие у Новис. Это творческое объединение как раз, где были все эти художники-супрематисты. Столетие в этом году. Давайте как-то что-то подумаем. И мы вот сидели, накидывали идеи друг другу там. Слушай, а можно было бы это? А можно было бы то? То есть от духовников вообще просто вот. Бывают люди, когда внутренняя свобода чувствуется прям. в человеке. Плюс этот музей он там чуть ли не отстраивал сам. Там по кирпичику. И атмосфера такая соответственно создается. И мы начали накидывать. Слушай, так что можно было бы программки вот с этим? А можно было бы это? А давай встречу с болельщиками в стенах музея сделаем. Типа перед сезоном. Вообще нормально будет. Типа Витебск там и так далее. А давай там то. Ну вообще типа форму надо делать, конечно. Форму обязательно надо делать. И я говорю, хорошо, все мы поговорили. Я говорю, давайте я вот наш разговор резюмирую и скину вам то, что мы с вами проговорили. И вы посмотрите, обсудите. И в итоге я написал там 16-го там условно какого-то января заметку из шести пунктов. Начиная от встречи с болельщиками, там программок, билетов, там каких-то историй с музеем, для школы, для чего-то там и так далее. И вот форма, мерч там еще что-то. Он сказал, супер, давай делать. И все. И вот мы так, я пошел, нашу взял девочка Алина, там была пресс-аташе. Я говорю, Алина, так, смотри, записываем. Есть музей. Записываем, да. Она увидела, говорит, это супер, объясни, что делать. Вот. Я говорю, хорошо, сейчас я полечу на сборы, ты пока готовь здесь, я тебе все распишу как надо. Познакомлюсь с духовником и так далее. Мы стартанем со встречи с болельщиками. Она говорит, так, все, поняла. Я говорю, давайте с духовником теперь объединяйтесь. Духовнику скидываю. Она сказала, все сделаем. Вот. И она начала организовывать вот эту встречу с болельщиком и презентацию игровой формы, которая была еще тогда обычная, там внутри. И какие-то вопросы, классический формат, только в стенах Витебского народного художественного училища. А раньше это всегда делал Витебск. Просто я в 19-м году на стадионе наверху в пресс-конференции в зале там висит герб Беларуси сзади там и так далее. Показали форму, похлопали, сфотографировали, до свидания, пошли тренироваться. Люди пришли там, а этот будет забивать в этом сезоне там условно? Вот. Не знаю, он должен забивать, конечно, мы будем стараться. Это традиционные пресс-конференции. И это можно тоже самое спрашивать, просто в стенах музея это как-то, ну, тебе интереснее слышать эти. Вопросы, может, поинтереснее придут. Что мы здесь делаем? Да, да, да. Даже так. Почему мы тут? Это уже хороший вопрос. Вообще, каждому человеку задать такой вопрос. Почему я тут? Про смысл. Это все про смысл. Короче, смысл в том, что Алина сделала все круто, молодец. И мы приехали и сделали вот эту встречу с болельщиками в стенах музея. Это была отправная точка. А дальше Духовников связал меня с ребятами, которые делали… Вот у них был проект «Уновис 100». Это большая программа по столетию, собственно говоря, этого объединения. Да, да. И они говорят, что это ребята из Минска. Вот девушка Майя. Они центр белорусского еврейского культурного наследия в Минске. Они типа делают, давай, может, ты с ними объединишься. И как-то вы придумаете, как объединить свои усилия, чтобы продолжать эту историю. Так, так, так. И мы созвонились с Майей. Я ей все рассказал. И мы как-то вот в процессе разговора поняли, что самое классное будет, конечно, сделать даже не мерч, там не еще, потому что у них был там какой-то мерч. И мы подумали, что форма – это вот было бы идеально. Типа футбольная форма в стиле супрематизма на футбольной команде типа. И вот с этого момента мы начали разрабатывать. Духовников еще в самом начале говорил о том, что идеально подходящая история под спорт, под футбол – это картина, это плакат Лисицкого «Клином красным, бей белых». Потому что он, во-первых, понятен. Во-вторых, в нем люди некоторые находят бутсу с мячом, удар, бей… И слово «бей» там есть. И мы начали прорабатывать… То есть был Малевич, какая-то супрематическая композиция, и Лисицкий. Ну, то есть стало сразу понятно, что это сильнее. Вот мы дорабатывали эту всю историю, убрали из контекста слова сразу «красным, белых». Осталось только слово «бей». И вот этот плакат, который дизайнер сделает. Потом была эпопея с производствами. Мы искали, кто что сделает. В итоге нашли и сделали. И должны были стартовать все. А, потом был этот разговор с директором, первый мой, о том, что это все происходит. Все-таки я должен был сказать, что Алина там уже… С директором клуба футбольного. С директором футбольного клуба «Витебс». Да, который был не в курсе. То есть все это запустилось, на которого я работаю как футболист. А он даже не в курсе, что сейчас футболисты будут играть в этой форме специальной. Нет, мы готовили, но он не знал, что мы готовим. Но я понимал, что, скорее всего, так будет. Я пришел к директору клуба, и уже как-то, видимо, там Алина подготавливала еще что-то. Я говорю, вот помните, там Алина про форму говорила. То есть я показал форму, вот такая форма. Все, мы уже разработали. Он говорит, сколько денег там у нас денег… Нету, как обычно, да. Мы типа партию закупаем сами, на команду все сделаем сами. Просто как бы… Просто разрешите, скажите, разрешаю. Благословляю. Ну что-то такое. Да, условно так, да. Условно так. И, кстати, у меня тоже в этот момент, у меня тоже перемены сознания про футбол. Потому что всем кажется, что у нас, как всегда, все говорят, у нас в футболе там никто ни хера не понимает, сидят там не те. Да просто надо с ними поговорить, и люди как бы, они осознают. 9 августа… Там, условно, 12-го мы должны были играть на кубок. 9 августа – выборы в Беларуси. И начинаются протесты. А Эль Лисицкий, ты сто лет назад рисовал этот плакат революционный, клином красным, бей белых. Красно-белые флаги, еще что-то. Я понимаю, ну типа, это готовилось… Перекликается, капец как. Контекст, все меняется. И тут включились… То есть я понимаю, что мне надо принимать решение. Никто как бы не… Да, играем, типа, все равно. А там вообще такое время было в этот момент в Беларуси. Достаточно напряженно, там даже на улице. Был такой страх выходить на улице, потому что там ОМОН забирал людей. Нет, у меня друзья просто тут же собрали вещи и уехали жить в другую страну. То есть настолько, что они даже не думали, они поменяли свою жизнь в моменте. Да. Было стремновато находиться там. Матчи под угрозой срыва и так далее. Играем, там, коронавирус мы играем. Ну то есть это вообще отдельное. Белорусская лига футбола была единственной лигой, когда все мировые закрылись. Никто не играл. Да, да. А белорусы весь мир смотрели на белорусскую лигу. Да, на матч ТВ транслировали, потому что больше не было никакого футбола. Меня вспомнили одноклассники, там, все люди там… О, показывают беги. Да, да, да. Типа, привет, здорово. Так что ставить можно было только на эти матчи. И все букмекеры, все ломанулись в белорусский футбол, потому что они играют. Охренеть. И давайте все смотреть. В общем, да. И вот это вот все началось там. И надо было принимать решение. И я принял решение сначала, что… Проект готовится четыре месяца. Угу. Но я принял решение, что вот в такой форме мы не будем играть сейчас. Типа, подошел к директору, сказал, что… Ну, не стал там сильно как-то говорить, что и как, чтобы мне вообще не закрыли этот проект. Но сказал, что давайте лучше сейчас… По времени. Такая ситуация, информационный фон другой и так далее. И в этот момент я общался с ребятами-блогерами. Эдик и Санек есть такие витебские чуваки. И я с ними встретился и говорю, чуваки, помогите. Вот такой есть проект, вот такая история. От них я хотел видео, промо. А промо должно быть мощное, типа, к этой истории. Мы решили, что делаем, и в сам промо-ролик мы включим следующий концепт, где мы говорим о том, что вот этого времени есть плакат Лисицкого «Клином красным, бей и белых». Там есть строки «Смыслы меняются». И если там в 1920 году это было «Клином красным, бей и белых», то в 1920 году, когда уже мы растем, развиваемся, и все как бы идет к тому, что наоборот должно объединяться, надо просто бить и бить. Там есть там «бей» появляется слово вот это, а потом выше «по мечу». И смысл в том, что когда там били людей в этот момент условно, это невозможно понять. Мне даже мурашки пошли. Я помню, мы даже с дизайнером созванивались, мы, типа, жестко его… Да, меня все говорили, типа, что нет, нет, я… Потому что пропаганда, типа… Я говорю, что… И вот этот ролик, да, да, и этим роликом, я говорю, мы переосмыслим картину Лисицкого, и, как бы, такое заявление, типа, я переосмыслю картину Лисицкого. Но в контексте этого времени, в контексте того, что происходило, единственное, что можно было сказать, что вот сейчас можно бить по мячу. В идеале, как бы, только по мячу. Не надо, то есть, бить, если бить, то по мячу. То есть там, короче… И смысл в том, что в промо-ролике художник рисует на заборе, и футболисты играют. Ему перелетает мяч, он смотрит на мяч, на плакат, и просто подбивает его, бьет, я принимаю, и мы друг другу говорим, что спасибо, типа, чувак. Вот, в этом… Это соединение, как бы, искусства и футбола, и это как раз-таки заявление о том, что… Это традиционная тема, просто он не понимает. Ты играешь в футбол, у тебя вылетает мяч, когда ты говоришь, пините мяч, киньте мяч, и тебе подходит какой-то там дядечка или ребенок, который либо вот это бросает, либо… Вот так ты… Футбол сталкивается с окружающей средой периодически. И в итоге форма, если сейчас подытожить эту историю, мы выпускаем этот промо-ролик, там сразу просто… В первый день там… Вон, мне звонит Нур, говорит, блин, типа, на сайте заказов что-то вообще… И что, говорит, там США… Да нет, там прикол был в том, что мы форму сделали для клуба, и вообще для нас это достаточно напряжно было, типа, там, 30 комплектов… Никто не планировал, 30 комплектов делать дополнительно на продажу, типа, да? Не, ну мы сделали, мы сделали, У нас, типа, 10 футболок синих, 3 вратарские черные. А еще он обычно звонит день в день, он такой, сегодня выпускаем форму, а я, короче, просто по авиапарку хожу, у меня всегда в рюкзаке макбук, там, все лежит. Говорит, я тебе вот все скинул, типа, вот фотки, вот, там, описание, все. Ну, я сел там, Макдак взял, типа, все выставил на сайт, через, типа, час официальное объявление в Инстаграме, типа, выходит форма, все круто. Ну, просто ждем реакцию. И все, поставил там 3 Л-ки, 3 М-ки, 3 С-ки, там, 3 Х-элки. Прихожу домой, просто вот так, уведомления, 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 типа, продажа, продажа, 3 900, 3 900, 3 900. И вот так, типа, я, по-моему, по 10 штук поставил. Ну, и просто вот так час, в течение часа вот так идет, идет. И я не понимаю, и там, типа, США, США, UK, США, UK, США, UK. Вообще с России никого нету. Там, Хельсинки, там, еще что-то. А, ну да, Хельсинки, там, потом китайцы уже, Токио там были. Ну, просто из России вообще, кстати, вот, из нашей. Причем сделали, везде объявили, Белоруссия бесплатная доставка, типа, на другие там. Да, и только, типа, американцы, там, разные вообще, там, Массачуссесс, не знаю, Нью-Йорк. Все равно разлетелось вообще по миру. Ну да, да. Сразу же. Да, да. В общем, дело было в том, что там какой-то журналист BBC, он в Твиттере у себя репостнул это. И именно в этот момент, типа, пошло. Случилась поддержка, которой вы особо не ожидали выхлопа. Да, так прикол в том, что, короче, вот так сыпятся заказы, а потом в какой-то момент просто вот так тишина. Я такой думаю, блин, все, что ли? И хожу такой ночь, там, думаю, блин, что же случилось-то? А потом оказывается, что я типа по 10 штук поставил, но мы вообще никогда так не продавали. Я такой, типа, ее просто… И, короче, возобновил, и опять заказ, заказ, заказ. До сих пор заказывают ее, в принципе, но… Финал был такой, финал был этой историей, если подытожить, что мы вышли на матч. Вот это для меня… Ну, до конца уже, когда… Сломать свои эти вот так по башке там… Шторы. Бам. Вот, когда ты выходишь на матч, ты… Это Кубок Беларуси, официальная игра. Мы играем там за выход, на следующий раунд. Ты стоишь в этой форме, типа… И мы еще выигрываем 1-0. И я после матча стою в форме. Меня отпустили еще на три дня… Там был какой-то перерыв. На три дня в Москву, типа, опять была Блокар. И я вот эту поездку, типа, я пытался осмыслить, что вообще сейчас произошло. Потому что уже было… То есть за пять дней мы запустили продажу. Потом выход… А самый прикол еще, что у нас, типа… Мы заказали 10 форм там синих и три красных. А у нас 300 заказов. Типа… И мы звоним… И бедным… Срочно больше. Чуваку в Саратов там, да. Срочно-срочно. Вы знаете больше. Антохе Грибу. И говорим… Антоха, тут это… Надо… Вот это обычно… У нас всегда… Слушай, Антон, тут это там… Да, мы с этим боимся. За полдня надо… Вот. Ну, да. И… Финал был такой… Фидбэк. Две вещи расскажу. Ты приходишь к директору. Суждать дальнейшие планы. А директор достаточно консервативный мужик. Войцеховский. Такой здоровый мужчина. Я захожу к нему в кабинет. Сажусь вот так за стол. Он сидит за компом. Еще что-то. Он меня вызвал сам. И мы там обсуждали на следующий сезон что-то там. Какие-то вещи. И он говорит, слушай… Это понятно, да. А вот… Как ты думаешь… Вот так поворачивает. И у него открыта фотка формы. Он говорит, а вот… Ну, может, синие шорты попробуем сюда. Или там все-таки… Тут номер поменьше. Тут… Я понимаю, что… Погрузился. Я понимаю, что… Ну… Это… Видимо, как бы можно рассказывать. А можно как бы сделать что-то, что сработает. И потом люди сами начнут делать. То есть в этом сезоне уже… Понятно, что, может быть, это будет не так, например, ярко, масштабно. Но смысл, что импульс запущен. В этом сезоне у Витебска новая форма супрематическая. После этого звонил Макрон. Эта фирма… Не президент Франции. Эта фирма… Думал, добрались до Макрона. Взгляд Коли просто можно было… Макрон. И Меркель. Звонил Макрон. И они пришли с предложением делать… Продолжать эту тему. Мы созванивались даже с ними, с их дизайнером. Я все рассказывал, объяснял. Вот. И у них в этом году тоже форма, посвященная там… Субрематическая там композиция. Другая уже, да. Но, тем не менее, то есть там… Ну, она, наверное, не так прям бомбанула. Но все равно все знают, что… Витебск… Скорейший стиль. Витебск – это… Это авангард… Ну, то есть я вообще переименовал команду в авангард Витебск. Потому что русский авангард рождался именно там. И чтобы это вообще полностью клуб был посвящен… То есть клуб, который искусство в том числе. С ума сойти. Вот. То есть вот первый фидбэк. И второй. Я захожу в кафешку в Витебске и сажусь, заказываю кофе. Мне подходят официант и говорят, слушай, это же… Ну, типа вот вы сделали форму, хотелось бы сказать спасибо большое. У меня отец, он преподает в каком-то техникуме искусствоведения, там еще что-то, историю. И говорит, к нему вообще там прогуливали пары. А сейчас, говорит, после этой формы пять пацанов, которые никогда не ходили, они говорят, слушайте, а расскажите нам, что за тема. Вот в этом, на самом деле, вся суть, зачем что-то делать. И потом у вас вся эта история поехала в… Вы сделали форму для Калуги, связанную с Космосом, с Циолковским… Ну, через год, в смысле, я просто помню, это прямо самое актуальное событие, мы с тобой даже списывались и обсуждали это. Может покажем? Можем. А можешь дать ей футболку? Можешь ее одеть? Надо ее вообще, да, одевать. Просто, ну, то есть, вы вариант Витебска можете посмотреть в Мосгордвижи с… с кем? С Ливаном, по-моему, да? Я не помню, нет. Ну, короче, в общем, да. И вот то, что было сделано для Калуги с Циолковским. Пожалуйста, добрый вечер. Вот. И я так понимаю, что это тоже не последнее, что вы сделали. Наверняка там что-то еще у вас есть. Это, кстати, было сделано совместно с ребятами из Калуги. Они позвонили и говорят, слушай, Чао, у нас такая история. 60 лет полета в Космос. Мы решили придумать какую-то под эту всю штуку для футбольного клуба. У нас есть идея форма с Циолковским. Я говорю, о, это супер, топ, сразу. Он говорит, ну, может какое-то интервью или еще что-то. Я говорю, так, подождите, пацаны, стойте, дайте час. А смысл в том, что форума с Циолковским, вообще, Циолковский, чувак, который вообще решил, что люди полетят в космос, по-настоящему не то, что рассказывал там, он расписал, как это будет. И он сказал, это будет вот сейчас скоро. И да, и я говорю, так, чуваки, давайте, пожалуйста, сделаем из этого такую масштабную штуку. И как они сами говорят, что мы придумали, а Чао придал масштабы, потому что мы подружились с музеем космонавтики, мы ездили в Калугу на матч, мы сделали футбольно-космическую встречу в стенах Московского авиационного института. И пришел настоящий космонавт на эту встречу, и мы его пригласили, нашли, понимал, что на встречу должен быть космонавт. И он рассказывал про то, как он был там. Это, конечно, очень круто. И в принципе, что такие проекты вот так вот объединяют вокруг себя кучу людей, вот как раз это одна из задач важных, ничего обычного. Ну вот да, вы, ну это не какие-то люди, которые просто штампуют мерч. То есть, во-первых, люди сейчас это услышали. Люди сейчас это услышали. Куча верхушечка маленьких. Да, куча смыслов. Это первое. Второе, есть адекватное применение, то есть форма, в которую играют люди. Одежда, в которую удобно ходить, и она со смыслом. То есть ты говоришь о себе в этой одежде. Дальше, вот сейчас, я не знаю, мы перейдем, обсудим вот еще вот то, что надо. Это третья коллекция как раз. Это вот третья коллекция. То есть мы объясним сразу, на мне и на Нуре женская коллекция. Да. Это, может, незаметно, но это типа женская коллекция. У меня вот здесь есть где-то вот тут... Цветочек. Это цветочек за ушком, типа. А? Он только у тебя на уровне усов. Цветочек за ушком. А, ну да. Ну и просто у меня на уровне усов, да. Все их ушки. Ну так тоже можно сюда. Вот. Вот это он. Цветочек на усы. Вот. Вы один из немногих клубов в стране, клубов, организаций, объединений, кто рассказал людям про женский футбол. Что девчонки в футболе тоже есть, и эти девчонки в футбол играют. Просто я даже подписан на одну из них, по-моему. На двоих. На одну. Там, по-моему, три. А Света Думич, мать уличного футбола. Скорее всего, да. По-моему, что вот типа да. И это какое-то безумие. То есть я просто слежу за тем, что девчонка шарашивает футбол, как Ронал Диньо. То есть типа вау! С ума сойти. И то есть я правильно понял, что вот это вот сделано для того, чтобы девчонки, которые ходят на футбол, классно были на стиле, приходили и были модными? Да? Нет? Да, безусловно. В том числе. Ну, основная задача привлечь внимание к женскому футболу, это первое. Второе – это сделать, собственно, продукт на этой истории. Потому что это же все до этого было мужское или унисекс, а это типа девчачье, но тоже получается, что унисекс. Я в этом сижу, мне в этом комфортно. Ну, я говорю, что каждая история в проекте «Ничего обычного» это какое-то заявление, которое мы хотим. То есть условно классика – это изнутри футбольного мира. Введение – это о том, что в футболе есть какие-то ключевые истины, которые там нужно запоминать про тренерство и так далее. Там Витебск – это искусство, Циолковский – это космос. «Полевой цветок» – это как раз про выбор, про женский футбол. То есть каждое действие… Это коллекция «Полевой цветок». Это коллекция «Полевой цветок». Она, грубо говоря, заявляет так иронично о том, что типа женщины не цветочки, что они имеют право на собственный выбор. И, собственно, вот цветы, поэтому здесь немножко такие видоизмененные. Да, то есть женский футбол – это вообще супер. У нас есть женская футбольная команда, которая там пробует сейчас снимать контент на YouTube. Даже можно посмотреть. То есть мы сейчас тоже над этим работаем, чтобы немножко лучше сделать, либо как-то переформатировать. Но, тем не менее, как бы существует команда, она играет. И когда ты приходишь на игры, ты понимаешь, что просто там… Иногда даже жестче, чем… Да, это настоящий футбол. Просто раньше, когда я включал, там, олимпийские игры, играют женщины. И ты смотришь, думаешь, ну… Ну… Сложно смотреть, там, типа, лет семь назад, восемь. Сейчас там… Ну, то есть ты включаешь обзоры, нарезки футбольные, типа, из женского чемпионата… Из женской лиги чемпионов. Ты смотришь, думаешь… Это точно девчонки? В смысле? В смысле… Потом смотришь видосы у ваших девчонок, и они шарашат футбол на уровне с парнями. И ты думаешь, так она лучше меня играет намного. И, боже мой, с ума сойти. То есть, ну, абсолютно. И жалко, что об этом очень мало знают люди. То есть это такой же теперь зрелищный вид спорта. Очередное разрешение стереотипов у вас происходит. Да, да. Основная задача, собственно, там даже в концепции написано, что сказать «нет» привычному стоиму стереотипам. Да. Я к тому, что, в принципе, когда что-то происходит, ты сделаешь какую-то вещь. Я говорю, для человека условно это сначала непонятно не в его мире, а потом оно заходит в его мир и становится нормальным. И как раз здесь, говоря о разных вещах, проходя изнутри, это, по сути, наш путь, в котором мы проживали, и мы видели, что тут не заполнено, тут не заполнено, тут… И хотелось бы, чтобы какая-то выстроилась вообще глобально про футбольную культуру, это как бы не просто заявление, это то, что хотелось бы делать, чтобы футбол заполнял вот эти вот пробоины, зоны, и не то, что заполнял, а разрастался внутренне. И чтобы там, условно, не было вопросов, типа, вот ты сейчас говоришь, блин, девчонка шарашит, ну, типа, это норм вообще, это нормально. Да, я понимаю, что это должно быть нормой, но… Это классно, это улыбку может вызывать, не удивление там или еще что-то. Или то, что на форме футбольного клуба какого-то локального есть какая-то история, это тоже норма, это круто и интересно почитать, типа, что там. Вот хотелось бы… Ввести это в норму. Да, не то, что ввести это в норму, чтобы футбол обрастал вот такой вот историей. Потому что мы же, как ты знаешь, как в России, сколько проблем, столько же и плюсов, которые, в принципе, у нас там на протяжении всей истории были. И раз там в какой-то там промежуток времени создается новая культура там, создаются какие-то вещи, которые… Это все возможности. Конечно. Это все место, поле для возможностей. Конечно. И футбол – это суперполе для возможностей, где действительно куча людей наблюдает за процессом. И почему бы не поговорить и не рассказать о чем-то там… И деньги большие вкладываются. То есть у нас они там иногда не так тратятся, грубо говоря. Клубы жалеют там на дизайне где-то экономят на том, чтобы рассказать свою историю, а тратят, не знаю, или переплачивают за футболиста условно. Можно там сэкономить 10 тысяч долларов и сделать супер-коллекцию. Ну да, в общем, когда люди поймут, что когда мы тоже проработаем, у нас тоже куча работы на самом деле. То есть не сказать, что мы вот сейчас все там вышли, пошли из тренинга, вышли, я пошел разрывать этот мир там и так далее. Ну то есть очень много работы, и поэтому с каждым на самом деле там месяцем ты понимаешь, насколько… то есть как будто открывается… То есть ты делаешь шаг, а тут еще три. Ты делаешь три, а там, блин, пятнадцать. Как в героях. Как в героях. Темная сторона. И надо, и есть понимание, что нужно это пройти. Но я думаю, что тот путь, который мы выберем… То есть мы знаем самое главное, где-то внутри есть какая-то глобальная цель, которой хотелось бы прийти. Вот как раз то, о чем я сейчас говорил. О футбольной культуре и расширении футбольного мира со смыслом. Вот. Это то, что может двигать и там проходить хоть пятнадцать, хоть двадцать шагов. Как в футбольной карьере, когда ты очень хочешь стать профессионалом, тебе без разницы, ты можешь играть во дворе, идти там условно и так далее. Я сам просто это прочувствовал на себе, вот это вот ощущение, когда ты просто хочешь, и оно как-то вот… Где-то там просто вот могут систему поменять под эту историю. А также и здесь главное типа делать, 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 делать. И я думаю, что… Делать вещи. Делать вещи, да. Делать вещи, носить их в себе и на себе. Какая мотивационная вообще у нас получилась история. Смотри, и подытожить… Хотелось бы… У нас есть еще типа второй формат «Мосгурдвиж». И нам бы хотелось, чтобы ваши девчонки пришли вот во всей этой коллекции и показали, как можно одеваться. То есть у нас передача про одежду там больше. Супер. Вот. Чтобы они пришли как можно классно одеться в то, что вы шьете, делаете, производите. И они… Я точно знаю, что они суперугарные, веселые. Посмотреть на… Чтобы люди понимали, что женский взгляд на стрит-вир тоже есть, и он тоже классный, и это норма. Вот. Супер. Этим… Предложение. Закольцуем. Конечно. А «Мосгурдвиж» – это какой-то… Это ролик или это движение? Это наш типа проект. Оставайтесь, мы сейчас будем снимать. Да, да, да. Сейчас ведут рэперы. Боржом. Спасибо большое. Спасибо. Очень круто. Очень понравилось. Спасибо. 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 И получается, до встречи с вашими девчонками на Мордборбин. С вашими девчонками. Да. С вашими девчонками. Да. До встречи с вашими девчонками. Да. Это… 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 Это были… Ничего обычного. Нур и Чал. Подписывайтесь на ребята в инстаграме. Всё. А мы пошли снимать. Пишите комментарии. Да. СММщики и видеографы и клёвые чуваки тоже пишите. Да. Дизайнеры. Пишите. Приходите на московские коробки ещё. У нас там новый проект «Коробка», где мы выводим людей поиграть по дворе. Кстати, там ходите играть на коробке. Нормальная тема. Футбольное будущее за любительским футболом. Я вас уверяю. Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ